Здравствуйте, уважаемые коллеги! Продолжаем рассматривать диссертационные исследования 2019 года. И на этот раз речь пойдет о работе Шимеонова Артура Раилевича, которая посвящена пеням в налоговом и таможенном праве. Что касается актуальности работы. Ну, вообще, сам я сформулировать не могу, насколько эта работа актуальна и насколько она разрешает какие-то практические проблемы. Правда, здесь я сразу оговорюсь, что все-таки, работая по большей части с налоговым правом, мой вывод, он касается именно о пенях в налоговом праве. И здесь следует заметить, на мой взгляд, все то, что говорит автор, уже встречалось ранее в различных работах и монографиях. Однако, поскольку автор также затрагивает проблемы, связанные с пенями в таможенном праве, я не исключаю, что в этой части работа актуальна. Что касается восприятия. Ну, наиболее положительным для меня является то, что работа, на мой взгляд, является идеальным примером по оформлению. То есть, идеально оформлены ссылки, очень мало каких-либо описок, и, на мой взгляд, в этом плане работа может выступать в качестве примера оформления диссертационных работ. Ну, что касается положений о пенях в налоговом праве, я уже сказал, что, на мой взгляд, большинство положений, о которых говорит автор, так или иначе уже встречались в литературе. По поводу таможенного права. Здесь я, по большей части, не могу что-либо сказать, поскольку с таможенным правом глубоко не работаю. И отмечу также, что мне было интересно прочитать работу в части, связанной с пенями в таможенном праве. Что касается интересных положений и проблем, которые затрагиваются в работе. Ну, во-первых, автор обращает внимание на различный порядок регулирования начисления пеней в связи с уплатой таможенных платежей. И эта проблема, она актуальна для Евразийского экономического союза. Автор считает, что отсутствие единообразия в начислении пеней может создавать правовые проблемы и коллизии. Правда, я в работе не увидел практических примеров таких коллизий, но здесь доверимся автору. При этом автор предлагает все-таки унифицировать порядок начисления пеней в Евразийском экономическом союзе. Следующее интересное положение. Оно, кстати, затрагивает пеней именно в налоговом праве. Так, автор предлагает в статье 75 Налогового кодекса прямо закрепить правило о том, что запрещается уменьшать пене. Вообще, следует заметить, и об этом же говорит автор, что правоприменительная практика по данному вопросу, в общем-то, по большей части единообразна. Ну, то есть, арбитражные суды однозначно считают, что нельзя уменьшать пене в налоговом праве. Что касается судов общей юрисдикции, то большинство судов также аналогичным образом не считают возможным уменьшить пене. Хотя встречаются единичные примеры, случаи судебных актов, в которых пене по налоговому праву, они уменьшаются. Соответственно, автор, чтобы исключить какое-то двойное неоднозначное толкование, предлагает закрепить соответствующее правило. И я думаю, что в этом плане, наверное, автора можно поддержать, поскольку данное правило позволит налогоплательщикам не тратить зря силы, средства, время для того, чтобы формировать свою позицию о возможности уменьшения пеней, которые начислены на основании статьи 75 Налогового кодекса. Следующее интересное положение связано со сравнением пеней в различных государствах – Белоруссии, Казахстане, Армении. Так, например, в Армении в Налоговом кодексе закрепляется, что пене – это все-таки ответственность. Ну и в целом данный материал, он интересен для расширения кругозора. Наконец, еще один интересный момент – это, на мой взгляд, правильный подход, который применил автор при оценке пеней. Правда, опять же, на мой взгляд, автор все-таки не раскрутил этот подход и не пришел к, на мой взгляд, достаточно интересным выводам, к которым такой подход может привести. Так, автор оценивает пене не только с точки зрения определенных правовых аргументов, то есть, какой порядок начисления пеней, где пене закреплены в правовых актах, но и также с экономической точки зрения, а именно с точки зрения размера пеней. И это абсолютно верный подход, поскольку, исходя из размера пеней, действительно можно делать вывод, какую роль они играют – либо компенсационную, либо все-таки они играют роль ответственности. Автор справедливо указывает, что, исходя из размера пеней, которые закреплены в Налоговом кодексе, можно все-таки однозначно говорить, что в данном случае пене играют исключительно компенсационную роль. Однако, здесь можно было бы и продолжить исследование. Дело в том, что есть ситуации, когда помимо пеней начисляются и иные платежи, в данном случае проценты. Это ситуация, когда налогоплательщик в заявительном порядке необоснованно возмещал НДС. И в такой ситуации правоприменительная практика допускает одновременное начисление и пеней, и процентов. И в такой ситуации размер одновременно и пеней, и процентов уже перестают выполнять исключительно компенсационной функции. И, по сути дела, превращаются в меру ответственности. Но при этом такая ответственность налагается налогоплательщика без выяснения ключевого основания, а именно без выяснения, есть ли вина налогоплательщика и какова эта вина. И здесь можно было бы ставить вопрос о допустимости одновременного начисления пеней и процентов в том случае, если налогоплательщик необоснованно возмещает НДС в заявительном порядке. Но, к сожалению, повторюсь, автор эту проблему не ставит и не рассматривает. Что касается спорных моментов, то хотелось бы обратить внимание на следующее. Во-первых, автор достаточно много внимания уделяет историческому развитию пеней. И, на мой взгляд, если бы речь шла об учебном пособии, то здесь вопросов бы не было. Но поскольку речь идет о диссертации, которая направлена на разрешение все-таки практических проблем, возникает вопрос, необходимо ли было вообще столько внимания и времени уделять именно историческому развитию пеней. Кроме того, например, возникает вопрос, а какое значение для современного развития, можно сказать, института пеней имеет, например, то, что раньше они начислялись не за каждый день, а, например, за определенный период, месяц. В этом плане работа мне, во всяком случае, не ясна. Следующий спорный момент связан с понятием «недоимки». Ну, в общем-то, автор описывает нормативное понятие «недоимки», однако я в работе не увидел рассмотрения правоприменительного подхода к «недоимке». А именно то, что недоимка считается возникшей в том случае, если у налогоплательщика, ну, я имею в виду, естественно, речь идет о налоговой недоимке, если у налогоплательщика возникает задолженность перед бюджетом. То есть, иначе говоря, в том случае, если налогоплательщик в установленный срок не уплачивает налог, это не значит, что у него возникают недоимки. В том случае, если за предыдущие периоды у него есть переплата. Это, безусловно, важный момент в понятии «недоимки». Он имеет значение и для начисления пеней, и для привлечения к ответственности. Безусловно, его необходимо было отразить в работе, однако я этого не увидел. Наконец, еще один спорный момент. Автор указывает на то, что взыскание пеней с граждан должно происходить на основании положений Кодекса административного судопроизводства. При этом автор считает, что данный кодекс неполно регулирует данный вопрос, поскольку в нем упоминается только, что в соответствии с порядком, установленным данным кодексом, с граждан взыскиваются обязательные платежи, а также санкции. По мнению автора, это недостаточно. Однако, видимо, автор считает, что все-таки, исходя из толкования, пене взыскиваются на основании данного кодекса, поскольку почему-то законодатель косвенно признает, что пене – это санкции. Но, на мой взгляд, подход достаточно спорный. Во-первых, автор не приводит какой-либо применительной практики, которая бы указывала, что возникают какие-либо проблемы с определением того, как взыскивать в судебном порядке пене с граждан. Это означает, что, собственно говоря, каких-либо проблем не возникает, если соответствующей практики нет. Второй аспект, что в статье 48 Налогового кодекса прямо указывается на то, что пене с граждан взыскиваются на основании законодательства об административном судопроизводстве. То есть, есть прямое указание законодателя. И здесь возникает вопрос, а необходимо ли было бы такое прямое указание в кодексе административного судопроизводства. Ну и также, даже если бы всех этих указаний не было, на мой взгляд, немножко странное рассуждение автора о том, что, исходя из толкования, можно прийти к выводу, что пене взыскиваются, поскольку законодатель, дескать, косвенно признает, что пене – это санкции. На самом деле, мне кажется, что логика рассуждений должна быть иной. Дело в том, что пене, они носят аксессорный характер по отношению к налогам. Соответственно, все то, что разрешено в отношении налогов, то же самое разрешено и в отношении пеней. Соответственно, если налоги взыскиваются с граждан в судебном порядке, в определенном судебном порядке, который установлен в кодексе, значит и пене взыскиваются в том же самом порядке. Что касается оформления, то в самом начале я уже говорил, что, на мой взгляд, данная диссертационная работа может служить положительным примером в плане оформления диссертации. И, безусловно, будущим соискателям, диссертантам необходимо обратить на данную работу в плане оформления внимание. Из наиболее положительных моментов в плане оформления хотелось бы обратить внимание, во-первых, на достаточно четкое изложение раздела, посвященного методологии диссертации. Там указывается метод, который использовался, и как он использовался в работе. Следующий положительный момент – это, безусловно, оформление ссылок. Наиболее такое четкое и, на мой взгляд, вообще идеальное оформление ссылок достаточно трудно встретить в современных диссертационных работах. Поэтому в этом плане также необходимо ориентироваться на данную работу будущим соискателям. Ну, можно сказать и об определенных отрицательных моментах. В работе встречаются длинные предложения, их немного, но все-таки на это хотелось бы обратить внимание, что длинные предложения, они, конечно, усложняют восприятие текста. И необходимо следить за тем, чтобы все-таки как предложения, так и текст воспринимались легко для читателя. Следующий момент связан с описками и спорными моментами в плане пунктуации. Ну, на мой взгляд, их очень мало, а с учетом того, что объем текста большой, можно вообще сказать, что, по сути дела, описки и какие-то спорные моменты в плане пунктуации отсутствуют. И я думаю, что действительно автор целенаправленно вычитывал работу, возможно, давал кому-то другому вычитывать работу, и это привело к положительному, хорошему результату. То есть очень мало каких-то ошибок, описок в тексте. И это, безусловно, подкупает, и на это тоже следует обратить внимание, что перед тем, как опубликовать текст, его нужно хорошо вычитать. Что касается перспективных тем, ну, на мой взгляд, интересно было бы все-таки рассмотреть, и этого в работе я не увидел, как все-таки расценивать повышение пеней после 30 дней наличия недоимки. То есть, насколько здесь соблюдается принцип равенства участников налоговых отношений, поскольку такое повышение, оно распространено исключительно на организации. Следующий момент, который интересно было бы рассмотреть, это основание для освобождения от пеней. В работе автор рассматривает ситуацию, когда от пеней освобождаются лица в том случае, если они выполняли разъяснение финансовых органов. А возникает вопрос, что делать, если негативные последствия, в том числе недоимка, а значит и начисление пеней, возникли в результате выполнения разъяснений нефинансовых государственных органов. Эта проблема, она встречается на практике, и в том числе эта проблема, она поднималась на уровне конституционного суда. И, конечно, ее хорошо бы рассмотреть и на диссертационном уровне. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok